Глава Анапы Сергей Сергеев начал рабочую неделю с приема граждан по личным вопросам. О конфликте с соседкой, самовольно построившей на своем участке коммерческое здание, Сергею Павловичу рассказала жительница Витязева. По иску администрации судом принято решение снести, но исполнительное производство так и не доведено до конца. Вот эта ситуация о сносе возникла с самого момента в результате неисполнения судебными приставами своих обязанностей должным образом. Когда мы обратились по заявлению, когда муниципальное управление начало собирать пакет документов, на стадии фундамента все это было. Елена Митрофановна жалуется, ни продать, ни жить в своем доме она не может. Глава города задает вопрос юристам, какая работа ведется со службой судебных приставов. Так вот сейчас, после ее приходят, подготовите мне полный пакет документов с момента вынесения определения о запрете и осуществлении строительства, что мы делаем. И потом готовьте письмо на приставы, а я буду связываться с главным судебным приставом края. Разобраться и помочь получить техусловия на воду Сергея Сергеева просит Наталья Шамшина. Водоканал отказывает, ссылаясь на нехватку мощностей. Дом построен в пятихатках и причина, скорее всего, в отсутствии разрешительной документации. А вообще, как дом появился, посмотрите. И есть ли у соседнего? У всех есть, у всех. Там труба кооперативная, понимаете? Я заплатила кооперативу, они дали мне согласие. Согласие кооперативно. Еще одна коммунальная история, тоже связанная с самовольным строительством. На приеме у главы Анапы жители дома по улице Толстого, 111А. Мы знаем, что вы очень строго спрашивали в определенное время, где-то месяца два назад. И после того, значит, трубу все-таки, перемычку построили. Тяжело. Но есть процесс, который мы должны пройти, регистрация, потому что газ – это все-таки опасная производство. Ситуация по каждому проблемному дому на личном контроле главы. По Толстому, 111А, необходимо решить ряд вопросов с оформлением газопровода. Затем можно будет делать врезку в квартиры. Сергей Павлович пообещал ускорить процесс взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.